Здравствуйте, зрители нашего канала! Сегодня я расскажу вам о том, как правильно задекорировать альпийскую горку, какие растения лучше на нее посадить. Конечно же, основой альпийской горки является всегда хвойники. Они смотрятся настолько органично и настолько уместно на этой горке, что, в общем, равны их мне. Для того, чтобы высадить растения, вы должны помнить, что они должны быть невысокие, то есть, должны быть карликовые. Или же, если у вас посажен, как у меня, вот достаточно высокий хвойник, вы его будете постоянно подстригать. Хвойники хорошо переносят стрижку, поэтому здесь проблем никаких не будет. Но лучше, конечно, выбирать те растения, которые генетически заложены миниатюрные формы. Это все виды можжевельников, скальные... Нет, наверное, не надо говорить. Это... Лучше, конечно, выбирать растения, которые генетически заложены миниатюрные формы. Отдаем, конечно, предпочтение им. Обязательно в альпийской горке нужны какие-то яркие акценты, но они не должны быть слишком оляпистые. То есть, они должны создавать впечатление, что это участок естественной природы. Ну, я, конечно, не удержалась. Я посадила два хвойника и посадила вот такую шикарную гейхеру, которая, ну, достаточно хорошо меряется с солнцем, поэтому она терпеливая. И здесь солнце бывает только несколько часов. В принципе, вреда она не наносит. Ну, и, конечно же, мою любимую хосту. Хотя, если честно, то... Если честно, то на этой альпийской горке ей не совсем место. Сюда бы нужно какой-нибудь посадить миниатюрный вид формы, трапециевидный, хвойничка. Или же что-то другое, которое будет миниатюрное, но в то же время игольчатое, хвойное. Или же можно отдать предпочтение желтым сортам хвойников. Они тоже очень красиво смотрятся на альпийской горке в сочетании с зеленой хвоей. Ну, и, конечно же, все виды барбарисов миниатюрной формы. У меня вот здесь карликовый барбарис. Высота его максимальной 25 сантиметров. Он очень оригинально будет смотреться, причем на солнышке. Вот та сторона солнечная, он покраснеет у меня. И будет красноватого вида. Поэтому будет создавать такой своеобразный акцент. Ну, и, конечно, закончить всю композицию вы можете почвопокровниками. Я выбрала колокольчик карпатский. Это миниатюрная форма. Он будет стелиться. Вот. Я выбрала колокольчик карпатский. Это миниатюрная форма. Он будет не спадать и цвести на протяжении всего сезона вот такими голубыми шикарными цветочками. Вообще, в альпийской горке, для альпийской горки лучше, конечно, использовать растения, которые хорошо переносят понижение температуры. Так как камни, которые входят, ну, основные, конечно, в этой клумбе, зимой очень сильно охлаждается и холод отдает земле. Поэтому выбирайте всегда растения, которые с повышенной морозоустойчивостью. Для того, чтобы они просто у вас не пострадали и не вымерзли в зимний период времени. Ну, это вот такое вот небольшое лирическое отступление. Дружеский вам совет. Очень хорошо смотрятся любые почвопокровники. Вы можете даже клумбу оформить только в виде одних почвопокровников. Это тоже будет красиво смотреться. На такие альпийские горки выбирать растения лучше, те, которые засухоустойчивые. Так как, в общем-то, грунта здесь небольшое количество и, как правило, влаги не так много. Поэтому выбирайте те, которые засухоустойчивые, морозоустойчивые и нетребовательные в уходе. Это вот основа, наверное, альпийской горки при декорации. Красиво очень смотрятся миниатюрные формы баданов, остильб, аккуратные миниатюрные формы. Если у вас альпийская горка находится на солнце, то выбирайте, конечно, растения, которые хорошо мерятся с солнцем и, конечно, высокой морозоустойчивости. Это все виды гераний. Миниатюрные формы, высокорослые формы, ну, высокорослые формы это 50 сантиметров, то есть это может быть как акцентом. Все виды ромашек, миниатюрных форм, колокольчики, опять-таки же колокольчики карпатские, миниатюрных форм есть, которые, колокольчики не выше 7 сантиметров. Великолепно будут смотреться на вашей альпийской горке. Ухаживать за такой горкой достаточно просто, единственное, что если у вас высажено все-таки на солнечной стороне, следите, конечно же, за поливом. Ну, в общем-то, это вот все такие мини-советы вам. Я думаю, они пригодятся, когда вы будете декорировать ее, и, может быть, какие-то растения из перечня вам пригодятся, и вы ими воспользуетесь. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы работаем для вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok